внимание внимание это почти физически внутренняя ощутимая сила и чем дальше тем настойчивее она гонит внимание прочь если мы удерживаем внимание на чем-то сверхопределенного времени мы начинаем испытывать дискомфорт вспомните упражнения из прошлой сессии внимание движется это его естественное состояние кстати первая операция которая производит цивилизация над мозгом человека это именно подчинение внимания и его избирательное удержание на то что мы направляем внимание на то она и концентрируется концентрируется и может быть неважно на чем она может приятным неприятным безразличным но только не тем что нам нужно потому что как только мы законцентрировали внимание она тот же хочет ускочить куда-то в другую сторону для мозга принуждение внимание это труд и только одна сила внутри вас всегда действует над вниманием безраздельно это сила ваших эмоций настоящее сосредоточие настоящее сосредоточение это всегда эмоционально и эмоциональность может быть разное положительное как случаях то когда мы слушаем например музыку которая нам нравится отрицательное при навязчивых мыслях о грозящей неприятности и ориентировочное или информационное когда мы слушаем сообщение о чем-то важном но еще неизвестном нам событие пища внимание это то что побуждает эмоции то есть то что значит для нас что может что-то значить а самое главное в том что есть новизна съедая новизну внимание ищет следующих порций недостаточность новизны на единицу времени вызывает переключение как только вы чувствуете что вы переключаетесь значит вы потеряли интерес если же переключение не происходит например вы через силу старайтесь концентрироваться мозг автоматически снижает тонус внимания вы начинаете быстрее уставать и так или иначе вас начинает клонить в сон знаете есть такой смешной закон с точки зрения внимания наподобие закона сохранения энергии его можно сформулировать примерно так если внимание от чего-то отключается значит она подключается к чему-то другому да это шутливый закон справедлив во всяком случае в пределах того когда мы не спим но либо уснуть либо переключиться вот требования налагаемый на нас скукой но есть еще один путь торжество воображения или изобретение или вдохновение пока облако в небе это просто облако она скучно но как только вы начинаете искать и находить в нем предметы животных людей она оживает и оживляет вас 4 круга внимание разгадав как артист что управление вниманием это управление собой константин сергеевич станиславский предложил четкую схему по которой актер может управлять объемом своего внимания а через это своими чувствами и поведением он разделил все пространство на три круга внимание и так например мы посмотрим это большой круг большой круг это в целом весь театр все что выходит за пределы действия актера соответственно вы дальше получается средний круг средний круг это сцена где актер взаимодействует с собой и самое интересное а еще и малый круг это то где актер работает с ним сам собой внутри себя я бы добавил к этому еще и внутренний круг ту часть внимания которая занята событиями происходящими внутри самого человека ведь мы может и заняты своими мыслями и ощущениями установка внимания больше всего зависит от деятельности в каждой конкретной ситуации например на рыбалке ваше внимание установлено в основном на средний круг когда вы поймали рыбу на малый круг когда вы смотрите за горизонт на большой круг существуют некоторые психологические состояния кстати которые и определяют отчасти людей с преобладающей установкой на тот или иной круг внимания так называется интровертированный или интроверты гораздо более склонны сосредотачиваться на малом и внутреннем круге чем наоборот экстраверты которые на среднем и на большом круге как нам попытаться использовать и понимать эти круги внимание очень просто через упражнение внимание в моей голове находится прожектор его луч может осветить что угодно с колоссальной силой и яркостью когда он нацелен на что-нибудь ничего другого уже не существует все прочее погружается во тьму это прожектор мое внимание я управляю его лучом так как он вездесущ и пронзителен он легко двигается с огромной скоростью и освещает все необходимое вот кстати так было бы неплохо если бы мы каждый раз перед нашей работой пытались бы делать такую аффирмацию или как говорится установку аутотренинга я вам предлагаю сегодня упражнения каждый день мы будем делать это упражнения на развитие своего внимания так вот такая установка поможет вам сосредоточиться упражнение номер один помните прожектор схватывает каждую точку с предельной концентрации впивайтесь в эти точки всеми своими чувствами как будто вы пожираете гипнотизируйте сами входите в них и спокойно прочно надежно вы связаны с тем предметом который уже не требует никакого усилия постарайтесь дышать на несколько секунд например на каждой секунде на минуте на вдох на выдох варьируйте так как вам нравится и так что нужно сделать выберите какую-то точку в большом круге скажем дальний дальний огонек или звезду или если вы днем то какой-нибудь отдаленный предмет в окне можно кстати и слуховую точку какой-нибудь отдаленный шум возьмите вторую точку у границы малого внутреннего круга может быть это будет палец может быть это нос или вот что-то рядом что находится абсолютно с вами теперь совершайте взмахи прожектором внимание от точки к точке и обратно упражнение можно выполнять с открытыми глазами или закрытыми то есть взмахи внимание мы делаем мысленные и чередуя пробуйте тренируйтесь и у вас все должно получиться у